МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости на канале таджикского телевидения в студии Лугбек Салембек Заде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня состоялось заседание правительства Республики Таджикистан под председателем основателя мира и национального единства лидера нации президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны Омоли Рахмона. На заседании был заслушан отчет министра экономического развития и торговли Завхизода об итогах социально-экономического развития Республики Таджикистан в первом квартале 2021 года. Подчеркивалось, что в первом квартале 2021 года рост ВВП страны обеспечен на уровне 7,5%, а его объем достиг 17,4 миллиардов суммуни. Положительный рост национальной экономики за счет роста промышленного производства на 17,4%, инвестиционный в основной капитал на 7,4%, внутреннего товарооборота на 6,5%, сельского хозяйства на 6,1%, пассажирских перевозок на 2,6% и товарооборотов зарубежными странами обеспечен на 33,9%, в том числе экспорт в 1,9 раза. Уровень инфляции в январе-марте 2021 года составил 3,3%, что связано с ростом цен на продукты питания на 4,4%, непродовольственные товары на 2,4% и тарифы на услуги на 1,3%. Доходы государственного бюджета за первый квартал 2021 года исполнены на уровне 104,5%, в бюджет поступило 6,1 млрд. суммоний, что составляет 34,9% ВВП. Было отмечено, что в отчетном периоде, несмотря на негативное влияние внешних факторов, в частности политическую и экономическую нестабильность, падение мировых цен на основные экспортные товары страны и другие негативные тенденции, наблюдались положительные темпы экономического роста и макроэкономическая стабильность в стране. Также были заслушаны и обсуждены доклады министра финансов Файзидина Хаурзуда, председателя Государственного налогового комитета Нусратулла Давладзуда, начальника таможенной службы Хуршеда Каримзуда, председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Саади Ходирзуда, председателя Национального банка Таджикистана Хокима Холихзуда, председателя правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистана Монадбонг, Сируджидна Икроми и других ответственных лиц. После докладов официальных лиц президент Республики Таджикистан Умали Рахмон провел углубленный анализ результатов социально-экономического развития страны в первом квартале 2021 года и поставил конкретные задачи перед правительством страны, министерством, ведомством и соответствующим структурам. Также в ходе своего выступления лидер нации Умали Рахмон рассказал о влиянии политического, экономического и социальной ситуации в мире на экономику страны в последствиях COVID-19, дефицита воды, изменения климата, эффективном использовании каждого дюйма пахотной земли, о производстве достаточных запасов продуктов питания. На заседании были обсуждены проект закона Республики Таджикистан о противодействии терроризму, проект закона Республики Таджикистан о молодежи и государственной молодежной политике, предложение правительства Республики Таджикистан о внесении изменений в проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о Мадли Сиоли Республике Таджикистан и о внесении заключения правительства Республики Таджикистан в проект Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Таджикистан. Конституционный закон Республики Таджикистан о Малисе-Намадагон-Малисеоле Республики Таджикистан и направлен на рассмотрение Малисе-Намадагон-Малисеоле Республики Таджикистан. Члены правительства на очередном заседании также обсудили вопросы и предложения о переномании некоторых населенных пунктов Нурабадского района и о стратегии преподавания и развития математических точных естественных наук в образовании и науке на период до 2030 года, о стратегии государственной молодежной политики в Республике Таджикистан на период до 2030 года, о национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы, о государственной программе развития экспорта Республики Таджикистан на 2021-2025 годы и о государственной целевой программе развития математических точных и естественных наук на 2021-2025 годы, о государственной программе развития Академии всех хозяйственных наук Таджикистана на 2021-2025 годы, о государственной программе развития геологии Республики Таджикистан на 2021-2030 годы, а также о расположении некоторых географических объектов на территории Республики Таджикистан и порядок проведения обязательных медицинских осмотров. И в завершении встречи председатель правительства Республики Таджикистан Амали Рахмон еще раз обратил внимание членов правительства, руководителей министерств и ведомств органов местного самоуправления, городов и районов и других организаций, учреждений на своевременное решение о реализации поручения президента страны. Председателям Сахдистской и Хатлонской областей, Душамбе и районам Шазеликанского подчинения были даны поручения по реализации стратегических целей правительства, реализации государственных программ, снижению воздействия внешних факторов на экономику страны, эффективному использованию приусадебных и президентских земель, принять конкретные меры и доложить правительству Республики Таджикистан о потребности в продуктах питания, топливе для социальной сферы подготовки к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 годы. Решение работать по созиданию и благоустройству с целью достойного празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Сегодня во дворце нации основатель мира и национального единства лидер нации президента Республики Таджикистан, уважаемый Олег Рахмон, принял глав делегации участников заседания комитета секретарей Совета безопасности государств, членов организации договора о коллективной безопасности. Глава государства, уважаемый Олег Рахмон, подчеркнул, Мы уделяем первостепенное значение сотрудничеству между странами в рамках организации договора о коллективной безопасности. Важным звеном в наших совместных усилиях для достижения поставленных целей является эффективная деятельность секретарей Советов безопасности. В связи с сложной ситуацией в мировом сообществе, обострением современных угроз и вызовов их влиянием на безопасность государств, членов ОДКБ, ростом международной напряженности из-за геополитической конкуренции, других угроз безопасности и стабильности президента страны, уважаемый Олег Рахмон, подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в рамках организации, председателем которой в этом году является Таджирская сторона. В этой связи также предметом обсуждения стала текущая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с борьбой с другими угрозами, в том числе негативными последствиями пандемии COVID-19, острым глобальным социально-экономическим и финансовым кризисом, их влиянием на безопасность и экономику стран, биобезопасностью и незаконным оборотом наркотиков. При этом стороны посчитали необходимым активизировать совместную деятельность государств-членов ОДКБ, координирование операций спецслужб, в том числе борьбе против киберпреступности. В завершение президента страны, уважаемый Валерий Рахмон, пожелал успехов в работе заседания Комитета секретарей Совета безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности и выразил надежду, что результаты этого заседания станут плодотворными для достижения поставленных целей. Сегодня, 29 апреля, в Душамбе состоялось заседание Комитета секретарей Совета безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В нем председательствовал секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Насрило Махмудзуда. В ходе заседания были рассмотрены все направления и аспекты сотрудничества, представляющие интерес государств-членов Организации, а также различные аспекты региональных и международных вопросов. В частности, особое внимание было уделено вопросам борьбы против экстремизма и терроризма, обеспечения безопасности на южном границе ОДКБ, то есть на таджирско-афганском участке границы ОДКБ, незаконного оборота наркотиков, юрисдикции и оказания первой помощи по делам, связанным с временным пребыванием, формированием сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ. Договорилась о плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию организации договора о коллективной безопасности. Результаты сегодняшнего заседания придадут новый импульс в расширение многостороннего сотрудничества. В конце заседания был подписан ряд важных документов. Эффективная реализация водных инициатив Таджикистана направлена во имя всего человечества. Международное десятилетие действия Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы, который является четвертой водной инициативой, выдвинутой Таджикистаном на глобальном уровне, призвано содействовать достижению устойчивого управления водными ресурсами и их рациональному использованию. Кроме решения водных вопросов на планетарном и региональном уровнях обеспечения населения своей страной доступом к чистой питьевой воде, базовая санитария остается главным приоритетом водного сектора Таджикистана. При финансовой поддержке филиала Комитета Международного фонда спасения Орала в Республике Таджикистан в селении Мавлаведжа Муатагулистон района Рудаки проведена линия водоснабжения полиэтиленовыми трубами диаметром 63 мм на расстояние 600 м, диаметром 50 мм на расстояние 680 м, диаметром 40 мм на расстояние 520 м и диаметром 32 мм на расстояние 600 м. Установлены водонапорная башня с металлической емкостью объемом 25 тонн и водопроводные колонки. Местные жители испытывали трудности в связи с нехваткой чистой питьевой воды, но теперь эта проблема решена. 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан во всех уголках нашей страны идут большие преобразования. Строятся и реконструируются социальные объекты, которые делают нашу жизнь гораздо комфортнее и благоустроеннее. Так у нас в селении Мавлаведжа Муатагулистон района Рудаки при непосредственной поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан и местных органов государственной власти была проведена новая линия водоснабжения. Мы, сельчане, очень рады, что проблемы, связанные с дефицитом питьевой воды, полностью решены. В результате реализации данного проекта чистой питьевой водой обеспечено 240 домохозяйств на 1440 человек, школа, где обучается 900 детей и медицинский пункт. Я работаю в этом медицинском пункте уже 13 лет. И у нас за это время не было водоснабжения. Нам приходилось привозить воду из различных источников и запасаться впрок. А теперь у нас есть чистая питьевая вода, которая течет из крана. И это, безусловно, повлияет на улучшение качества услуг нашего учреждения и на благосостояние местных жителей. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому час с нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами и до новых встреч.